Сейчас закончу говорить, смонтирую и пойду готовить. Привет, я Даша, и это прочитано за октябрь 2019. Начала этот месяц весело. Я тут независимо поняла, что здесь случится у вас последняя книга Тани Гротера. Вот они. Вы видите, здесь три. На самом деле их больше десяти, почему же только три? Потому что жабы меня душат. Сразу потратиться на абсолютно все книги. Это что-то по три тысячи. И я решила просто постепенно пополнять свою коллекцию Танюшки. И первые три части это Тани Гротер и Магический контрабас. Далее Тани Гротер и Исчежающий этаж. И третья часть это Тани Гротер и Золотая пиявка. Не так давно именно эту книгу я о ней говорила в теке книги «Через призму заклинаний Гарри Поттера». Вот такое летющее название. Это всё пародия на Гарри Поттера сначала воспринимается. Особенно в первой книге очень много совпадений, перекличек. Но чем дальше читаешь, то есть не в плане одной книги, а в плане цикла, тем дальше Дмитрий Емец, автор, уходит от Гарри и Тани становится каким-то таким самостоятельным персонажем. Очень много забавнейших просто словечек, фраз, заклинаний, названий. Вот если вам нужно повысить себе настроение, то Тани Гротер – это самое то. Например, египетский игрок в Драконбол называется Тут Он Хам Он. Просекли, да, фишечку? Не волшебники называются не маглами, а лопуходами. Заклинание стирания памяти, зацените, склеротикус, маразматикус, полнисима, дебилисима, пилотус-камикадзус, заклинание у полёта и так далее. То есть это просто наборы шикарнейшие положительных эмоций, просто прелесть какая-то. И для лёгкого чтения, так сказать, разгрузить мозг самое то. Но после того, как я разгрузила мозг по полной, наступила пора разгрузиться снова. И я прочитала книгу Стивена Кинга «11.22.63». Когда-то я её уже читала, но тут захотелось как-то вспомнить всё это дело. Здесь речь о перемещении во времени. Внезапно обнаруживается такое вот место, шагнув которое, можно попасть в определённый год. И главный герой направляется в прошлое с тем, чтобы изменить историю. Он считает, что если он совершит определённый поступок, то история не только Америки, но и вообще всего мира будет повёрнута и будет повёрнута в лучшую сторону. Как мне кажется, и пожалуйста, не бейте менее сильно. Здесь слишком много воды. Там, где главный герой наблюдал за человеком, которого ему надо было проконтролировать для того, чтобы исполнить свою миссию. Вот откровенно признаюсь, покаюсь. Я их пролистала скучно, неинтересно. И во многом такое ощущение, что автор больше заботился о том, чтобы написать большее количество слов, чем как-то заинтересовать читателя сюжетной линии. Но всё равно было интересно. И это очень забавно, учитывая, что в послесловии на 795-й странице автор пишет, цитирует, «Мне не хочется утомлять вас своей речью, меня очень раздражают писатели, которые это проделывают». Ну вот, он меня в своей речи утомил в 11-22-63. Только сильно не бейте. Вообще не бейте. И, кстати, вот изюминка этой книги в том, что... Я не сомневаюсь, что есть и другие подобные, но я впервые столкнулась с той идеей, что человек перемещается в прошлое с целью изменить определенные обстоятельства, но, вернувшись в будущее, обнаруживает, что итог его путешествия не совсем такой, какой он ожидал. То есть там он не превосходил некоторые моменты. Ну и вообще я заметила, что первая половина октября у меня вышла такая магическая немножко. Сначала вот Таня Гроттер, где, ну, магии, школа магии. Потом у меня 11-23-63, где магии нет, но зато есть перемещение во времени, что тоже не очень обычно. И я прочитала призрак оперы Гастона Леру. Ну, призраков там нет, но само название зато. Итак, вот эта книга. Причем, если вы пробовали читать и вам не зашло, скорее всего, делай в переводе. Потому что я пробовала читать в электронном варианте, и дальше первая страница вообще не ушла. Мне слог совершенно не понравился. И тут я пришла в гости к маме, значит, разговаривала с ней, мой взор убежал по ее книжным полкам при этом. Я увидела призрак оперы. Я взяла его в руки, открыла первую страницу и поняла, что пропала. Весьма занимательно написано, я весьма осталась довольна. И, видимо, дело в переводе было. О чем здесь речь? Если вы не видели экранизацию, то дело вот в чем. В парижском здании оперы завелся некий призрак, который требует оставлять за собой определенную ложу, требует, чтобы ему выплачивали зарплату. Является к своей подопечной, но не сам является, а она слышит только его голос и учит ее вокалу. Кстати, если вы видели экранизацию, то там-то она темненькая, а на деле у нее скандинавское происхождение, она благинка с голубыми глазами. Так вот. И этот призрак, он является своей подопечной, и, может быть, ему бы и удалось ее очаровать. Но дело в том, что на горизонте нарисовывается ее друг детства, и он соперник. И вот они соперничают. Она вроде как благодарна призраку опер за то, что он обучил ее вокалу. И эта благодарность даже граничит, пожалуй, с любовью, можно так сказать. А с другой стороны, она любила вот этого человека, своего другодетства, давным-давно. И вот эти две части ее жизни с другом соперничают. И она никак не может решить со своей северц, кому она хочет принадлежать. Но сомневается она недолго. В конце концов, делает свой выбор. Написано совершенно потрясающе. Финал поразительный. Я в восторге. И я намеренно продолжаю свое знакомство с данным писателем. Обязательно знакомьтесь с книгой. Она небольшая. Там, по-моему, всего 350, что ли, страниц. Чуточная. За пару вечеров, думаю, вы ее долейте. И вам еще и мало будет. Захочется добавки. И вообще, вы знаете, в фильме был такой немножко логический провал. Меня не устраивало объяснение, как появился призрак оперы в опере. Прошу прощения за тавтологию. И вот эти его таланты, откуда все взялись. То объяснение, которое дается в книге, мне нравится гораздо больше. Оно мне полностью удовлетворило. Далее. Продолжая свое, я не знаю, совершенно незапланированное все... Все абсолютно случайно так совпало. Я и клянусь вам на это. Я начала читать книги Адриана Мезер. Это пока две части. Я очень надеюсь, что будет третья написана. Это как повесить ведьму. И призрачный опыт. Особая изюмка здесь в том, что прослеживается связь родословной главной героини книги и самого автора. Она тоже из рода Мезер, как и главной героиня. Она ездила и историю своего рода она в книге передала частично. О чем речь? Юная девушка приезжает в городок по имени Сальн, которого прославлены тем, что там был суд над ведьмами. И так вышло, что ее приориток наблюдал за всеми этими судами. И, конечно, его не очень любят там. Ну, как выяснилось, и его потомка тоже. И там она сталкивается с магией, с заклинаниями, с добрыми ведьмами, с плохими ведьмами, с добрым колдовством, с плохим колдовством. В общем, я видела несколько таких негативных отзывов, но сама я осталась в восторге. Единственное, я читаю, стоит автору поработать над диалогами. Вот приведу вам такой пример. Вот 71-я страница. Он ей. «Я слежу за тобой с первого твоего дня в Салиме». Далее. Вот полстраницы где-то проходит. Они там уже несколько минут поговорили. Он продолжает. «Я жил в этом доме, вздыхает парень, и я тебе не доверяю. От его объяснений лучше не становится. Получается, ты следишь за мной, да ты псих». В общем, либо главная героиня Туамас, либо автору следует потренироваться, писать диалоги. Здесь скорее второй вариант. И мне кажется, ей следует сделать романтическую линию более... В общем, тоже потренироваться. Потому что когда девушка приезжает в город, и не успела на свой дом зайти, видит какого-то красавчика, и тут же краснеет, ее бросает в краску. Ну, это как-то вот слишком уж шаблонно. Поэтому вот над этим ей тоже стоило бы поработать. Но здесь и самые такие для меня классные фичули, которые я прям ценю. Наличие мистики, наличие тайных ходов и помещений. Родословная, конечно, безусловно, генеалогия. Ну, в общем, прелесть, что за красота. Только вот... А, и самое важное, я до самого конца не могла понять, кто, блин, тут злодей. И подозревала просто всех их... А, просто уже всех подряд. Уже саму себя начала подозревать в чем дело. Но, как бы, так и не поняла. То есть, ей удалось меня удивить в этом плане. И переходим к следующей, второй части. Это близочный опыт. Прошу прощения, омут. Внезапно, ну, те же самые главные герои. И главная наша героиня начинает видеть во сне Титаник, тот самый легендарный лайнер, печально известная. И не просто видит во сне, но даже ей удается какие-то вещи оттуда телепортировать в свою обыденную жизнь. И кто-то ей посылает посылки. Вот имя, которое указывается на посылке, принадлежит тоже родственнице дальней. И она не понимает, как это может быть. А в посылках вещи пухи Титаникам. И внезапно все в жизни приобретает смысл и образ Титаника. Например, в школе устраивается бар маскарадный в соответствующем стиле. Учисления в школе читают соответствующие лекции. То есть, все вот так вот загадочно. И ей предстоит разобраться, в чем тут, собственно, дело, что происходит. Невероятно интересная тема. Но в отличие от предыдущей части, кто тут противоположная сторона добра, я смекнула сразу, как только увидела этого человека, потому что, ну, а что бы он так еще делал? С какой целью вообще? Кстати, родственники самой писательницы, они были на Титанике. Выжили они или нет, я вам не скажу. Прочитайте книгу и узнаете об этом сами. И что хорошо в ее книгах, так это то, что когда их читаешь, ты прям весь вдохновляешься и лезешь узнавать информацию документальную о том, вот о чем она пишет, больше. То есть я полезла, я знала сами, я знала об этих судах, но я полезла больше узнавать информацию. Я написала имена, я узнала о судьбах жителей этого городка. Читая Титаники тоже, я просто массу документальных фильмов пересмотрела. Я считала, что знаю о нем абсолютно все. Ага, сейчас. Что-то у меня такая интонация была. Я, помимо того, что часть информации я узнала из книги Адрианы, я еще полезла в сеть и там повыписывала себе кое-каких данных. Кстати, вы знали, что Карпатия пассажирский пароход, который первый пришел на помощь Титанику, его постигла незавидная тоже участь. И в 1918 году, поганый был год, согласитесь, 17 июля он, к сожалению, затонул, но в отличие от Титаника, и пассажиры, и команда спаслись. Видимо, это им благодарность с высших сил за то, что они вот тогда помогли. Дарья, продолжай тему мистики. И опять же, ну не специально, просто так вдохновилась Адриана и ее книгой про Саллиум, что когда увидела, что оказывается у меня в читалке является книга Стивена Кинга «Жеребия Сальма», конечно же, я с нее схватилась. Но это оказался не тот Саллиум, это книга о вампирах. Молодой писатель приезжает в городок, где он провел часть своего детства. Дело в том, что у него связаны детские, очень острые переживания, негативно плавные с этим местом, и он приехал туда, чтобы, пропитавшись этой атмосферой, написать очередную книгу. И обнаруживает, что туда приехал вампир, обампирил весь город, и вот он с этой ситуацией борется. Сознает этот достойный ответ. Стокеру с его Дракулой. Я пошла на нашли, сравнить рейтинг. И на тот день, когда я смотрела, а это было, сейчас скажу, 21-го числа, рейтинг у «Жеребия Сальма» Кинга был выше, чем у Дракулы Стокера. Каково вам? Еще один момент про речь автора. Дело в том, что книга была написана в 70-х, и тогда он еще, видимо, не приобрел один свой литературный приемчик, с которым вы наверняка знакомы, если читали Стивена Кинга от середины, где-то в 80-х и дальше. Он, когда ознакомит своего читателя с персонажем книги очередным, он обязательно сделает акцент на том, как он говорит, этот человек. Вот вам стата из книги 11-22-63. Ли произнес я и то с техасским вывертом «Май» вместо «Май». Или «Генерали, которого вытурили, Ли произнес, как «Вы» и «У» и «Ли». Честно говоря, я не знаю, как относиться к этому литературному приему, но он меня скорее... Я скорее считаю, что лучше без него, чем с ним как-то так. Хотя он меня не раздражает, но это, знаете, можно сравнить, как скочка на дороге. Если вы ведете машину и едете по абсолютно ровной, идеальной просто дороге, где вот не прыщика, вот просто вот... И так и... И в какой-то момент хоба и кочка. И вы подпрыгиваете, пугаетесь, у вас сердце начинает чаще биться, вы чертыхаетесь, но вы проехали эту кочку и уже как бы на следующем метре они забыли хоть и чертыхнулись. Вот у меня... Когда я вижу этот литературный прием, у меня происходит что-то похожее. У меня так... Ёк, я как-то подскакиваю и... Ну, дальше нормально уже еду. Так вот, в этой книге таких кочек нет. Как нет, к моему великому счастью, и воды, как это есть в 11.263, здесь одна сцена меняется другой, не менее интересной сцены. И все считается абсолютно на вздохании. Я прочитала за два вечера и думаю, прочитала бы за один, если бы они не отвлекали дурацкие будничные дела, которые... И обязательства, которые я бы нужна делать. На этом моя мистическая такая вот эпопея заканчивается. Как-то... Хотя я додумала, что она сама собой продолжится вплоть до 31 октября, когда День всех святых, хотя я его никогда не праздную. И, может быть, так бы и продолжилось, если бы я не ввязалась в одну игру на лайфлипе, которая называется «Соберите их из тех». И мне надо... Пришлось подбирать книги, соответствующие определенным критериям, и поэтому цепочка порвалась. Итак, как я уже сказала, мой мистический цикл прервался. И следующая книга, которую я читала, была «Под Сулукава», автор Адриана Триджани. Она рассказывает нам об итальянских семьях, которые живут в США. И на этом я могла бы уже и закончить говорить, потому что я не знаю, что сказать. И первая страница 200, а это половина книги, я вообще не понимала, зачем вот это все автор рассказывает. У автора хороший слог, хороший язык, увлекательно пишет, но я не понимала, что к чему. Ну вот, да, описание итальянских семей в Америке, ну, как бы, и что. Да, интересно, но я не видела изиминки. Дура потому, что была. Я ее увидела. Когда я прочитала больше половины книги, я преодолела за этот вот промежуток. Я поняла, к чему вела автора. И это прекрасно. Но все-таки, ну, во флибе я поставила оценку в 3 балла. Зато следующая книга, просто муа, Сымус, Персик, называется «Русская кухня возгнанием». Авторы, их два. Петр Вайль и Александр Генис. Господи, вы бы видели, как я читала. Ребята, и девчат, если кто-то из вас сидит на теле, едите, вам просто нельзя это читать. Я читала, я сглатывала слюну просто поминутно. Вы знаете, такое ощущение, что эти два друга сели однажды там у себя в США. Они переехали. В 80-е, и в 80-е книга и написана. Сели там водочка, закусанка русская. Стали вспоминать еду нашу отечественную со смаком, с имусом, с аппетитом, ностальгировать. И, значит, чуть-чуть так по градусам и совершенно случайно там где-то рядышком оказался включён диктофон. Уточка, протрезвев, опохмелившись по завтракам. Они лишь жили, вот как посетила такая мысль перевести эту аудиозапись на бумагу. И получилось изумительно. Может быть, я не угадала, но у меня просто такая вот сложилась точка зрения. Но получилось совершенно изумительно. Они так шикарно пишут о русской еде. Я аж там слюной захлёбывалась, пока читала. Ни одного воды там вообще нет. книга, кратчайшая, сто страниц. Я её прочитала за два часа. Может быть, кто-то и за один даже прочитает, зависит с количества чтения. Я не знала, что я больше делала. Читала или конспектировала вообще всё, что там написано, потому что это генерально. Это надо не конспектировать, это надо просто учить наизусть. С каким потрясающим юмором, с каким остроумием, с какой культурой, с какой мутерностью всё это написано, я очумила просто. Извините за сленг, но я просто с ума сходила. Это совершенно классная книга, изумительная, потрясающая, превосходная, волшебная. У меня синонимы уже закончились. Шик, блеск, красота, непременно. Ознакомьтесь с ней, я серьёзно, я на вас обижусь, если вы её не прочитаете. Я вам процитирую. Из забавного. Понятно, что Россия считает отсталой дикой страной. Понятно, что её не любят и боятся. Но скажите, ради Бога, при чём здесь русская кухня? Вот это мне особенно нравится. Солидное американское издательство Саймон и Шустер выпустило в свет международный гастрономический путеводитель. К несчастью, там есть и русский отдел. Шарлатана, который его написал, зовут Квентин Крю, подобного подробного издательства не даёт, очевидно, опасаясь бестия оборганных народов. То, что вышеупомянуты негодяи, пишет о русской кухне, является собой симфонией невежества, уверен, кастюр, которой служит первая же фраза «русской кулинарии практически не существует». И это после того, как вся Европа заимствовала из России и закусочный стол, богаче которого нет. Бульон для варки нужно готовить тщательно, как завещание. «Человек ест, чтобы жить, но не живёт, чтобы есть. Он живёт, чтобы есть вкусно». Банали, как унилик. «Произнесём тост за скромного дружника кастрюли, за мыслителя поварюшки, за первоокрывателя съестных горизонтов». И вот таких пёрлов там просто уйма есть и мудрые. «Культура еды говорит о человеке больше, чем эрудиция и умение пользоваться носовым платком. Небрежность встит за себя. Голод исправляет любые промышки повара». Плюс к этому есть такие исторические какие-то моменты, то есть в какой веке появилось то или иное блюдо, завезёт тот или иное овощ, когда начали пользоваться вилкой, когда ложкой, то есть вот такое вот. И, конечно же, даются рецепты. Ну, неправда, не точная, щепотка того, кусочек этого, на глаз. Но как же это аппетитно, я непременно всё это приготовлю, вот сейчас закончу говорить, смонтирую и пойду готовить. Финал восторг. Просто муа! всё. Всё на этом сегодня. Надеюсь, вам понравилось. Я старалась. Пока-пока, до скорых век. Субтитры создавал DimaTorzok